Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, кандидат богословия, кандидат исторических наук, протеерей Андрей Алексеев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей! Здравствуйте! Благословение Господне на вас, того благодатью, человека любим всегда, ныне и пресно, и в веки веков. Аминь! Уважаемые телезрители, тема сегодняшней программы – не язычество и православие. Поэтому звонки принимаются исключительно по этой теме. Телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Итак, отец Андрей, на последнем заседании Священного Синода, который состоялся буквально на прошлой неделе, была выражена озабоченность в связи с распространяющимся таким явлением, как невоязычество в России. Скажите, что такое вообще невоязычество? Сергей Александрович, дорогие друзья, мы должны с вами знать врага в лицо и понимать, что перед нами. Не просто дать некий термин, а понять, что за явление, что это такое. Неоязычество – язычество. Если рассуждать вообще о язычестве, то это различные религиозные учения, направления, которые имеют ряд характерных признаков. И если мы посмотрим по литературе, которая существует в нашей христианской православной традиции, есть те известные исследователи и прошлого, и современности, которые внимание этому уделяли. Вот, в частности, порекомендую тем, кто интересуется вообще этим направлением, почитать лекции и литературу, имеющие отношение к исследованиям протерея Василия Зинковского. Замечательные есть лекции и есть также наработки, связанные с этим направлением в жизни современного общества у Алексеевича Осипова, профессора Московской Духовной Академии. Перед нами явление, которое имеет огромное прошлое. Если разбираться по существу и по-простому сказать, перед нами сатанизм, бесовщина, то есть старая конфетка в новой обложке, в новой обертке, которая называется неоязычеством. И чтобы понять, что такое перед нами, нужно в первую очередь посмотреть, в чем суть этого явления. Что перед нами? Перед нами искаженное восприятие духовной жизни, неверное отношение к тому, что есть религия, а мы знаем, что религия – это связь, соединение человека с Богом, Бога с человеком, воссоединение, как писал блаженный Августин, или как писал лактанций, христианский писатель, соединение перед нами, то, что связано с благоговерным отношением к святыне, к тому сакральному, что имеет место в жизни каждого человека. Если это псевдодуховное направление неоязычества сегодня является значимым, то, что за этим следует? О чем это говорит? Перед нами то, что искажено, то, что неверно, но то, что стало сегодня доступным, потому что есть у ряда людей желание и готовность разделять определенные взгляды, имеющие отношение к религии, но в силу того, что они неверно их воспринимают, в силу того, что эти люди искажают представление о той сакральной связи Бога с человеком, которые в этом мире существуют, они поклоняются и служат тварью вместо Творца, как сказано апостолу Павлу. Перед нами направления различные, современные в том числе, которые искажают представление о Боге, о церкви, о спасении, о вечности, о человеке, о возможности человеку вступать с Богом в живую связь. То есть имеет место быть, безусловно, духовная культура, но со знаком минус. Мы сегодня с вами являемся этому всему реальными, живыми свидетелями. Перед нами направление мысли, образ жизни, который имеет отношение, безусловно, к духовности, но со знаком минус. В чем заключается опасность неизвечества? В том, чтобы потерять вечность, увлекаясь тем, что ложно, входя в какую-то определенную структуру. А ведь сегодня, посмотрите, не приходилось ли вам, дорогие братья и сестры, встречаться с теми людьми, которые проповедуют поклонение древним славянским богам? Не доводилось. Доводилось довольно часто. А разве не приходилось нам с вами в течение нашей истории совсем недавнего периода встречаться? Да и сегодня еще эта гидра поднимает свою голову, когда мы рассуждаем о различных явлениях не только в христианской среде, или в среде интеллигенции, где есть различные направления подобного толка, а то, что связано с ваххабизмом, когда мы наблюдаем эти направления экстремистского характера в исламе. Перед нами явление, которое может по-разному называться, в разных направлениях, но всегда это ложь. Всегда это искажение правды. И какими бы ни были формы и культы, перед нами всегда за всем этим, безусловно, бесовская гримаса, безусловно, огромная опасность для человека, войти в ту сферу, где можно свой голод религиозный утолить. Только пища будет отравленной. А в какой среде распространяется это явление? Вы знаете, в различной. Потому что формы могут быть очень разными. Это есть и среди интеллигенции. Это есть и среди продвинутой интеллигенции. Это есть и среди той молодежи, которая ищет, ищет Бога, но не там. Это есть и среди людей достаточно малообразованных, которые малообразованных, но которые увлечены какими-то мыслями, идеями, им подсказали как-то, направили не туда. И увлекаясь, вступая в живую связь, ведь, дорогие мои, за всем этим стоит реальная сила, темная бесовская сила, направляющая человека не туда. И вот вступая в эту живую связь, человек имеет ощущение присутствия кого-то и чего-то в своей жизни. И если здесь ему не дать альтернативу, не познакомить с той правдой, о которой, возможно, он ничего не знает, он может стать адептом этого направления. Поэтому в зависимости от того, к чему есть у человека интерес, в этом направлении бес может увлечь его через тех последователей, которые уже продвинулись в эту сторону. Но, Сергей Александрович, дорогие друзья, давайте будем с вами еще очень внимательны и аккуратны. Рассуждая о язычестве как о таковом, давайте будем помнить, что одним из признаков язычества является идолопоклонство. И поклонение идолам может быть не только как тому, что связано непосредственно с культами Перуна и же с ним, а не только каких-то отклонений в отношении каких-то истуканов или каких-то тотемов. Перед нами ведь глубокое явление духовного характера. Ведь если мы с вами поклонимся страстям, если мы с вами в нашей жизни не учимся правильному духовному рассуждению и по слову отцов православной церкви не имеем в жизни верных духовных ориентиров, мы непременно можем впасть в состояние служения страстям. То, о чем сказал преподобный Абва Дорофей. Помните, то, что связано с состоянием сребролюбия, славолюбия и себелюбия. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Насколько распространено это явление в России? Ведь кроме храмов мы ничего вокруг не видим. Вы знаете, я скажу, что явление это, оно повсеместно, в разных формах своих. А разве дискотека – это не направление, вот то самое, о котором мы сегодня с вами говорим? Разве это не беснование, когда в большинстве современных школ устраивается то, что связано с разрушением личности человека? Разве эти беснования, в которые входит человек, не являются продолжением тех танцев, того культа вызывания нечистой силы, который используют и по сей день неписьменные народы, собираясь на какое-то мероприятие в своем племени? А разве, когда сегодня на уроках истории некоторые преподаватели, увлеченные вот этим идолопоклонством, предлагают детям поучаствовать, я разнаю эти реальные случаи, поучаствовать в поклонении каким-то богам древних славян, разве это только в Москве происходит? А разве в провинции не существует различных каких-то вот таких, увы, сегодня весьма популярных направлений, когда людей через интерес их, а у каждого есть религиозный интерес, вталкивают в состояние реальной связи с темной силой, заражают всем этим? И мы разве этого не наблюдаем сегодня? Почему вот такое большое значение уделяет церковь этому вопросу, что на ближайшем, вот прошедшем синоде была эта тема поднята, и рассматривался доклад про Террея Всеволодачаплина? Это актуально, это сегодня, увы, реалии нашей жизни, современной жизни. А чем они привлекают новых адептов в свои ряды? Вот как раз это сподвижник, это не язычество. Вы знаете, наверное, в первую очередь нужно сказать, что, учитывая невысокий уровень религиозной культуры, который в целом есть у нас в стране, невысокий. Да, мы говорим, что у нас возрождаются храмы, строятся новые, древние святыни, монастыри привлекают многих людей. Но если посмотреть в соотношении пропорциональном, даже вот на простейшем примере, взять любой московский спальный район, и посмотреть, сколько людей было в храме в это воскресенье. И посчитать, сколько вообще людей живет в этом районе. Сколько процентов мы получим с вами людей, которые не пришли. Разве это сопоставимо? Вот у этих людей, у многих из этих людей, есть различные интересы в их жизни. В том числе есть различные формы восприятия этого мира. В том числе их ощущение присутствия Бога в этом мире. Если кому-то пожелается тронуть эту область и увлечь человека не в ту сторону через тот же интерес, который есть в нем, то, в общем-то, вот вам поле для деятельности. Если мы будем бездействовать сегодня, тогда этот огромный процент, это огромное количество людей, которые пока сегодня еще в состоянии находятся малого действия в эту сторону, они могут быть увлечены именно сюда. Почему этому нужно большое внимание уделять? Потому что мы пережили страшное время, последствия от которого до сих пор актуальны. Страшное, безбожное время. И когда человек был ограничен в понимании, что есть правда, что ложь, когда ему не давали чего-то, а сейчас речь о духовных процессах достаточно широко обсуждается. Посмотрите, у нас сегодня сколько передач оккультного характера на телеканалах. Посмотрите, сколько всего обсуждается порой в телеэфире через кинематограф как таковой, потому что все эти идеи пропагандируются, они идут через СМИ, они идут через рекламу, скрыто или явно. Перед нами, безусловно, вот такой вот тотальный процесс постепенного вталкивания человека в новую систему, где при отсутствии знания техники безопасности в духовной жизни есть огромная опасность увлечься не тем, войти в эту сферу, развратиться внутри и погибнуть. Поэтому рискует человек вечностью, общением с Богом, встречей с ним здесь и возможностью быть с ним там. Ну, может быть, это делается не специально? То есть, как вы говорите, то, что идет реклама в кинематографе, то есть показывают как раз древнюю нашу жизнь и тем самым просто-напросто изображают это или нет? Вы знаете, Сергей Александрович, есть очень умные люди, которые работают в течение многих и многих лет, а за ними стоят еще другие весьма опытные в деле борьбы духи, которые направляют этих людей. Существует немало институтов, которые развивают эти направления и вбрасывают их в массы. Они существуют, и мы должны понимать, что для того, чтобы бороться с врагом, необходимо знать его оружие. Мы должны понимать, что... Помните, как в этом рассуждении беса с преподобным Антонием? Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, Антоний, а я совсем не сплю. Когда человек духовно не просвещен, но он ищет чего-то, некой духовной пищи, ему можно предложить это не в страшном виде, а в очень таком заманчивом, красиво преподнести через какой-нибудь интересный фильм. Как это делается? Элементарно. Берется хороший продюсер, оплачивается ему приличное жалование, берется замечательный актер, подбирается прекрасная студия, имеющая колоссальные возможности. Для этого нужен бюджет, но мы же знаем, что у дьявола немало средств и немало тех, которые сегодня в этом мире служат ему сознательно. Есть те, кто бессознательно, а те, кто сознательно. И вот на экран выходит некий фильм, и в этом фильме есть идея. Она вложена в него, и она идет через весь фильм. И человек, поражаясь красотой природы в этом фильме, игровой актеров, потрясающей музыкой, он заражается этой идеей. А если у него нет этого барометра, а если у него не выстроен вот этот иммунитет, он нервно работает в сегодняшнем мире вот через возможность восприятия происходящего, реально происходящего, если он не может оценить, что есть правда, что ложь, он увлекается и начинает интересоваться всем этим. И тогда ему предлагают нечто большее. Можно войти в какую-то организацию, можно войти в нее и начать жить совершенно с иными представлениями о самом главном жизни. Ну вот Александр Невский сказал, не в силе Бога, а в правде. И действительно, вот опять же, аргумент не язычников, то, что ваша религия это религия слабости, а значит, то, что мы пропагандируем, это как раз основывается на силе и на силе духа. Так ли это? Дьяволу уже много тысяч лет. А вот аргументы и почерк одни и те же всегда. Есть лживые аргументы, которые всегда можно достать из ящика стола и протянуть. И в первом веке, и в десятом, и в восемнадцатом, и в двадцатом, и в наше время. Дело в том, что если мы сегодня с вами рассуждаем о силе и слабости, то почему мы утверждаем, что христианство и православие как истинное христианское религия, это религия силы. Потому что здесь совершается в первую очередь огромная борьба с самим собой. Легче натренироваться, пойти и кого-то победить на поле брани, чем себя победить. Более того, для того, чтобы совершилось это вот там, на этом поле брани, нужно внутри себя что-то создать. Мы знаем, что неоднократно приходил благоверный князь Дмитрий к преподобному Сергию, но были годы, когда Русь и русский народ были неготовыми к тому, чтобы выступать против большой силы. И для того, чтобы это произошло, нужно было внутренне переродиться. Ведь посмотрите, рассуждая о язычестве, один из глубочайших моментов, связанных с неверным пониманием происходящего в этом мире. Посмотрите, в чем он. человек воспринимается как самодостаточное существо. Мы же утверждаем в христианстве, что есть грех, который исказил человека. Человек пустил в себя то греховное, что изменило и ум, и волю, и сердце человека. И без Христа, и Церкви невозможно преодолеть то, что произошло с человеком. Мы рассуждаем о творении человека, о грехопадении человека, о пришествии в мир Христа. Если эту цепочку разрушить неверными постулатами, тогда можно взять в плен человека. Он даже это может не понять. Поэтому, когда мы говорим о вообще принципах жизни в язычестве, ведь посмотрите, одно из важнейших составляющих в принципе язычества это максимум удовольствия, прими минимуми труда. Я хочу брать от жизни все. Я хочу наслаждаться. Я хочу с ней краснуть. Я хочу вливаться. Я хочу оторваться. Вот эти установки, которые на каждом шагу сегодня предлагаются человеку, они некоторое, знаете, вот такое послание. Войди в этот интерес, заразись всем этим. Если ты не укреплен, если ты не знаком, как правильно, ты можешь войти в реальный духовный мир. И, войдя в него, встретиться с конкретной силой духовной. Ну, какой? Не Божьей. У нас снова звонок. Тольятти на связи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Анна Санкт-Петербург. На ваш взгляд, почему неоязыческая идеология возникает сегодня в российском обществе? Спасибо. Спасибо. Но этот вопрос сродни тому, который уже был, потому что почва подготовлена во многом. Когда период в начале, в начале мы рассуждаем с вами, я вспоминаю диссертацию свою по истории духовно-нравственное состояние русского общества конца 19-го, начала 20-го веков. Религиозный индифферентизм, увлечение различными идеями вольнодумства, отсутствие правильной духовной жизни, негорения в вере, увлечение идеями западными, которые были уже пронизаны вот тем, что тогда расхолаживало этих людей и вводило их в эту связь с иной силой. Потом мы этим заражались. А потом события, которые явились следствием этого постепенно духовно-нравственного оскудения человека, и мы получили страшное время, к которому мы себя подвели сами. И вот в этот период безбожия почва была подготовлена, а сейчас, когда возможности для жизни религиозной открыты, есть интерес, можно войти в иное состояние, можно предложить человеку пообщаться с иной силой. Но если мы не будем учиться с вами, как это правильно сделать, почему мы читаем в Священном Писании о том, что бесовский род изгоняет столько молитвы постом. Я спрашиваю сегодня многих приходящих родителей, почему вы не предлагаете детям своим поститься? Почему они приходят на причастие, не готовясь? Они маленькие еще. Понимаете, в чем дело? А разве бес воюет только со взрослыми? Нет. Вот, я встречаю в своей пастырской практике с ситуациями, когда совсем юные бывают одержимые. Вы знаете, я могу это отметить, и это страшно. Вот, потому что борьба продолжается, мы к ней, может быть, не готовы. Поэтому почва подготовлена. И сегодня падая, эти семена, они не только сегодня падают, они и сегодня тоже падая на эту почву, дают определенные всходы. И заражается человек всем этим, и приходит, и у него столько всего намешано. Так вот, недавно пришел человек, вот совсем недавно, с такими взглядами, его направили в церковь для того, чтобы он здесь поднапитался чем-то, а потом пошел туда к ним. И он пришел, он пришел ко мне на разговор. И чувствуется такой винегрет в его сердце, а в голове его просто каша. И вот нужно разобраться, объяснить, почему свидетель Филарет Московский писал, братья, сестры, почаще в руки берите катехизис. Почему мы вращаемся к крестным, приходящим на собеседование перед тайством крещения, дорогие, откройте символ веры, почитайте, во что мы верим с вами. А ведь так бывают случаи, я вот не допустил одного человека быть крестным. почему? А он не верит в это. Он мне говорит, батюшка, я уже несколько раз был крестным. Почему сегодня вдруг я не могу быть крестным? Ну вот скоро он пришел на собеседование за какой-то период до крещения. Почему сейчас вы не допускаете меня? Готовлю ли вы это разделить? Вот это, это, вот это, пожалуй, да, вот это ни в коем случае. Вот с этим не согласен. А вот над этим я еще подумаю. но у вас есть какие-то убеждения религиозные? Да, кто-то есть. Или, допустим, другой. Вы знаете, начинается такое рассуждение, которое в сегодняшнем нашем разговоре мы поднимали тему актуальности и проблемы связанной с этим явлением настолько характерное. Он так мыслит. Он не религиозный человек. Он не бездуховный человек. Он заражен не тем. И он в недоумении, почему я не могу быть крестным. И вот начинается диалог. Причем, вы знаете, что интересно, что отрадно. Слава Богу, что когда начинается диалог и мы расставляем все по своим местам, большинство отказываются от заблуждений и имеют желание разобраться и пойти дальше. Есть небольшой процент, очень небольшой. Я о своей пастырской практике говорю. Тех людей, которые отказываются. Но не готов пока человек. Мы не отталкиваем и его. Хорошо, походи, побудь, может быть, где-то придешь к нам на беседу еще раз, мы пообщаемся с тобой, но нельзя оставаться безучастными к тому, что происходит сегодня. Это ведь беда. Батюшка, скажите, пример святых раноапостольных Владимира и Ольги показывает нам, что действительно люди очень много потрудились для того, чтобы искоренить язычество в нашем народе, в наших сердцах. И что же сейчас получается? Мы опять возвращаемся к этому же? то есть мы опять готовы поклоняться тем пням, камням, луне и солнцу? Сергей Александрович, мы должны понимать, что при всем происходящем сегодня страшном, мы рассуждаем об этом с вами на телевидении, нас слышат миллионы людей, у нас столько единомышленников, разве можем говорить, что все так плохо? я не согласен, у нас есть серьезная проблема, которую мы должны решать, если мы сегодня об этом говорим, и нас многие слушают, и сейчас кто-то оторвался от своих дел, включил телевизор, и на этом канале слушает эту передачу, значит, у нас колоссальные возможности, мы все можем, как апостол восклицает, в освящающем нас Иисусе Христе, важно быть неравнодушными, и что-то делать, действовать, в направлении просвещения и разъяснения людям, которые сегодня возле нас, что мы и делаем с вами, почему эта программа, почему эта встреча, почему эта тема, почему эти примеры, эти вопросы, и живые сердца людей, которые сейчас вот там нас слушают, размышляют, думают, сравнивают, вот у меня сосед, у меня знакомый, у меня мой сотрудник, у меня в школе у моей дочери мальчик увлечен, я рассказываю из реальной жизни примеры, дай-ка что-нибудь я сделаю, дай-ка я подумаю, как бы мне помочь отказаться от этих заблуждений, это уже отдельная тема, это нужно помочь, нужно что-то этому противопоставить. так все же возникает вопрос, с кем нам быть, с Владимиром или с Перуном? Ну, для нас очевиден ответ, конечно, с равнопостным князем Владимиром, потому что, ведь, посмотрите, он ведь не просто отказался от идолов, он еще их сбросил, их привязали к конским хвостам и потащили к Днепру и потопили там, но ведь разве не сегодня сам человек этих идолов поднимает из бездны и потом на этот Олимп в своей жизни на гору возводит, им поклоняется этим идолам, как таковым, как мы уже говорили, и страстям своим, и не борется с ними, будем внимательно, осторожны, давайте вот хотя бы немножко окинем взором эту составляющую, ведь по учению церкви есть различная классификация страстей, есть первая группа страстей самых низменных, страсти, чревоугодия, плотские страсти, есть другая группа, то, что для нас более сегодня, к сожалению, свойственна, как некая норма, для кого-то это просто едва ли не добродетель, самолюбие, наша гордыня, готовность не уступать другому человеку по этой причине, обижаться, это ведь вследствие гордыни, да, вот, или допустим страсти третьей категории, когда человек какие-то свои действия вводит уже в некий ран добродетели, посмотрите, наука ради науки, разве это не страсть, а искусство ради искусства, разве не страсть, а спорт ради спорта, разве это не страсть, видите, посмотрите, можно так сильно увлечься всем этим, что поставить на пьедестал свою душу, сделав из себя кумира, или из кого-то, из какого-то известного футболиста, или из какой-то команды, посмотрите, есть различные области, которые мы можем сегодня использовать, для того, чтобы потрудиться на этой ниве, и воспитать полноценную личность, а есть перегибы в иную сторону, вот давайте будем учиться тому, как правильно, чтобы не поклоняться кумирам, но развиваться полноценно, и воспитывать наших детей в той традиции, где мы с вами можем иметь возможность им показать, что есть правда, а что ложь. в год тысячелетия со дня представления равноапостольного князя Владимира, наверное, было бы актуальными в свое время напомнить вообще, как князь Владимир отказался от языческих капищ и пришел к православию. Буквально, может быть, в нескольких словах еще раз проговорить. Вы знаете, я, наверное, если вопрос такой задается, скажу вот о чем. Это была встреча со Христом, которая переродила человека очень жестокого, очень сластолюбивого и по тому, что до нас дошло, очень умного, а вместе с тем страстного. Встреча, которая переродила настолько, что князь Владимир перестал на каком-то этапе наказывать разбойников. И вокруг Киева беззакония были столь сильны, что к священнике к нему обратились, князь, наведи порядок. Я же христианин. С любовью наведи порядок. И вот это наведение порядка в наших умах и в голове, как это важно? Почему нужно быть в церкви? Князь, который с Богом встретился и не смог уже больше жить иначе. Святые пишут, для того, чтобы к Богу стать лицом, нужно ко греху стать спиною. Вот он стал спиною ко греху, показав деятельно, насколько для него значимо то, что со светом, и он готов выйти на этот свет и посмотреть на свою грязь и вести с ней борьбу. Поэтому здесь важны и конкретные действия человека, но важны и внутренние порывы. Потому что, как писал святой Григорий Богослов, дух творит себе форму. Что будет внутри, то будет и вовне. почему необходимо отказаться от того неверного, но этого мало. Нужно это место вычистить, а потом на этом месте посадить, а после этого ухаживать, обрабатывать, поливать, пропалывать и растить, чтобы потом получить плоды. Поэтому все-таки давайте, дорогие мои, будем с вами рассуждать с позиции оптимистической. мы имеем сегодня с вами возможность наблюдать возрождение православия в нашем Отечестве. Да, нам хотелось бы быстрее. Да, мы желали бы более качественнее все это развивать. Но ведь нужно время для того, чтобы в этом процентном соотношении в сердцах у людей произошел переворот. А для этого мы должны что-то им предложить. Мы должны как-то их увлечь. Мы должны выйти на эту рыбалку. Мы должны постучать в их сердце. Мы должны их позвать в наши храмы, но вместе с тем мы должны им предложить вместе с высочайшей духовной культурой, которая есть в православии, то, что постепенно подводило бы их к необходимости это все оценить, чтобы они в этом соку поварились. Их нужно привлечь. Их нужно пригласить и дать им возможность как по мостику перейти к этому, наполнив их жизнь интересами для них близкими. Как этот мостик в район проложить? Вот живут люди в районе, есть храм. Вот как оттуда их сюда привлечь? Знаете, я под большим впечатлением, Сергей Александрович, под впечатлением вот от чего. Когда мы открыли спортивную воскресную школу, а это произошло 1 октября, через несколько дней я был под большим впечатлением от того, что я увидел. В прежние годы под праздник преподобного Сергия Радонежского 7-го на всеночном бдении под 8 октября обычно 20-30-40 прихожан на всеночном бдении. Я так порадовался, у нас на помазание было 167 человек. Детей, юношей, девушек. Они пришли в школу искусств при нашей воскресной школе, они пришли в спортивный комплекс к определенному моменту времени, к определенному моменту времени, к полилею, к той части, где читается Евангелие, где слово священника звучит, где помазание. На вот эти вот 15-20 минут, на полчаса, вот они оттуда зашли сюда, побыли здесь и пошли дальше вот туда. Не только эти люди, но и те, кто повзрослее пришли, с ними увлеченные этим интересом. Мы должны что-то противопоставить. И вот это направление деятельности, потому что ведь мы сейчас рассуждаем с вами о том, что нужно делать. Я радуюсь, как священник, являясь представителем комиссии по церковному просвещению деятельности воскресной школы при Московском и Прохерном Совете, вижу тех священников, у которых я учусь. В течение этих лет учился и учусь. Как они в эти годы развивали те или иные направления деятельности с молодежью, с людьми. Мы же это не придумали сами. Мы научились у тех, кто лучше нас и раньше нас это стал делать. Просто мы все это объединили в одном месте. Господь дал такую возможность, и у нас в нашем храме, при этом храме была построена воскресная школа, была открыта школа искусств с оркестром, с хорами, с хореографией, с различными классами музыкальных инструментов, с изо-студией, с пейнтбольным клубом, с клубом обмоделирования. Потом была открыта спортивная школа, построен свой спортивный комплекс, где 17 видов спорта. Рукопашный бой, мини-футбол, баскетбол, волейбол, стрельба из лука. Мы их в эти сети, вот тех самых, которые где-то чего-то ищут, чем-то интересуются. Давай-ка к нам загляни. Ну, посмотри, как у нас, как мы живем. Что тебе интересно? Давай посмотрим. Вы знаете, это очень важно. Вот сейчас мы готовим первый турнир Кубок Святого Князя Дмитрия Тонскова по брейн-рингу. У нас 8 ноября в нашем зале, театрально-концертном зале, у нас свой театрально-концертный зал на 250 мест. У нас пройдет турнир, где будут участвовать команды, не только приходские команды по брейн-рингу, но из Московской духовной академии приедут, из Тихоновского университета богословского, из Пирменской духовной семинарии. Мы их объединяем вот через вот это, а приглашаем всех. Записываем все это на камеру, показываем на сайте нашем dmdansko.ru можно информацию всю это найти. Мы противопоставляем тому беснованию, которое сегодня есть, нечто иное. Красивых молодых людей, которые занимаются спортом, но они ведь не только пришли в этот зал, они ведь помогают еще в организации мероприятий молодежных. Наш выезд на Локомотив, где мы провели вот 18 октября 26-й международный футбольный турнир, где участвовали команды из разных стран, из разных городов, 20 команд. Это ведь кто-то должен был обеспечить. А фестиваль воскресных школ, а вот в это воскресенье, 1 ноября, у нас будет первый демидриевский казачий бал. Мы открыли у себя студию казачьего фольклора, и у нас известнейшие педагоги, артисты замечательного ансамбля «Казачий круг» дают свои концерты и ведут каждый вторник и каждую пятницу ведут занятия по фольклору. У нас замечательные специалисты в области культуры, которые занимаются с оркестром, которые преподают прихожанам, привлекая их на спевки, для того, чтобы они попели в хоре, пришли на литургию. Но разве вот это сегодня мы не можем найти в иных местах, где существуют эти направления работы? Я знаю, в Москве немало храмов, у кого я сам учился, у священников, как это все нужно делать. И вот именно это мы сегодня должны противопоставить этому безумию и этому беснованию, потому что с православием нужно познакомить, но вот так прийти и усадить за парту, за стол всякого ищущего очень трудно. Его нужно привлечь. Большое мероприятие открытое, районное. Приглашается любой желающий. Человек приходит, и там Божье слово звучит, и там предлагается ему о чем-то задуматься. И вы знаете, люди приходят, интересуются. У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. скажите, пожалуйста, очень интересно, вы так рассуждаете, говорите, как привлечь людей, еще что-то, да? Ну вот, что касается язычества, конкретно язычества, я не знаю, может, это мое мнение, но у нас же, то есть мы по истории отраскиваемся, то, что у нас Россия крещена тысячи лет, а мы берем тысячу лет как бы за вот этот отряд наших патент и какой-то конкретной нашей истории. Но мне даже в интернете садьяк попадалось, что у нас намного патент больше было даже до крещения Руси. И в момент, когда даже про вот татаро-монгольское есть такое мнение, что на самом деле там 300 лет под игом и еще прочее, эта история переписывается. Россия даже не то, что там государство, структуру государства взяла, но она и сама на обиде на этих татарах там осуществляла. И на силу, силу, и все время, если брать даже сейчас вот эти все вещи, то есть в мире, наверное, кто-то сильный, тот и прав. И в принципе, чтобы отстаивать свою страну, свою родину, семью и прочее, но тут смиряйся, не смиряйся, как-то даже не получится. И в современном обществе люди, которые сейчас с компьютерами в метро, там и прочие какие-то средства, СМИ, те же самые, то есть человек никогда даже практически один не остается, даже соцсети и еще прочее. Можно я вас прошу? Одну секундочку. Простите, вы меня слышите сейчас? Слышите меня? Вы меня слышите? Я хочу вас спросить, скажите, вы христианин? Ну, наверное, крещеный, да, но вот, наверное, трудно назвать себя мне христианина. Вот вы знаете, тогда очень важно понять, очень важно понять, что человек, который стоит на позициях веры христианской, он старается по Евангелию учиться поступать. Рано или поздно здесь все закончится. И победы, одержанные нашими предками до принятия христианства, это были одни победы, которые были одержаны в состоянии духовном, в каком, и последствия, какие были. Мы, для того, чтобы разобраться в болезни, идем к доктору, который просматривает, что в нашей истории болезни, что не так, что постепенно выхолощивало нас, что постепенно нас приводило к состоянию этой немощи. Вот и мы с вами должны понять, что было в славянах до крещения, кто правил ими, и каковы были результаты всего этого. Разрозненность, да, были определенные победы, но какая была вражда и грызня, я сам историк, будучи священником, я историк, я просматриваю и вижу это. Нужно посмотреть, нужно знать историю, не брать из контекста конкретное явление или ту или иную битву, а что было в основании этого положено, и последствия, какие были от этого. Очень важно получить то образование, где была бы возможность рассмотреть, изучить, открыть, поинтересоваться, что там было, и почему по-другому здесь, почему праведный воин Федор Ушаков, ныне прославленный как святой, будучи полководцем, ни одного сражения не проиграл, почему победы были у Суворова, почему Нахимова поднимали так высоко в нравственности его и в подвиге служения Отечеству, потому что это были христиане, они воевали, полагая душу свою за друзей своих, это из Евангелия, слова у апостола Иоанна Богослова мы читаем, они полагали душу за друзей своих, а вместе с тем они были облагорожены уже этой высотою подвига, что такое кротость, это укращение нрава, попробуйте укротить свой нрав, вот как тяжело и сложно, понимаете, пойти по пути страсти своей, которая кипит и бурлит, это путь слабых, а вот тяжелый путь преодолеть вот эти последствия, вот почему, вот почему мы видим перерождение людей, которые сознательно отказываются от того, что они могут сегодня, потому что это плохо, они увидели, что за всем этим не Бог стоит, а другая сила, давайте поинтересуемся более глубоко нашей историей, давайте свяжем этого едино, и рассмотрим процессы до, после, и сейчас, как это все происходило, не из контекста что-то возьмем, а рассмотрим в целом историю, иначе мы ничего не поймем, мы с вами должны понимать, что Россию как таковую создавало христианство, и эту мощь этой империи дала христианская культура, это та культура обозначающая религия, которая создала эту страну, конечно, при безусловном добрососедстве с теми, кто нас окружает, почему же нет, у меня есть друзья мусульмане, у меня есть друзья, которые сегодня пока еще католики, но они думают о православии, у меня есть близкие люди, которые сегодня разделяют иные убеждения, они протестанты, но я общаюсь с ними, я стою на своей позиции, не отклоняясь от нее, но я рассказываю им о православии, я предлагаю им войти в это, в нашу школу пришли протестанты, можем отдать наших детей, пожалуйста, мусульмане, я хочу отдать свою дочку, пожалуйста, пожалуйста, приводите, но вы готовы к тому, что мы будем им о православии рассказывать, конечно, о той красоте, которая поразила послов князя Владимира, и они сказали, что где мы, на небе или на земле, да, давайте мы с вами будем последовательными, иначе мы ничего не поймем, мы сегодня переживаем сложный процесс в нашей истории, ну разве бывали простые времена в истории, важно с кем мы, очень важно определиться, вот я радуюсь тому, что я со Христом, радуюсь, это огромная честь и вдохновенная радость, потому что вот даже за эти три года, которые я сейчас пережил, став настоятелем по благословению святейшего патриарха, вначале придя в чистое поле, ничего не имея, а сейчас, через три года имея то, о чем сейчас я рассуждаю, это ли не чудо? Но разве это без сражений давалось? Разве эти вклады, которые совершали люди и совершают сейчас, разве они давались без труда? И кто эти победы должен оценить? Я сейчас, просматривая списки записавшихся в нашу воскресную школу, вижу, сейчас больше пятиста детей записаны в нашу воскресную школу. Это и дошкольный лицей, и дошкольный клуб рекордик, различные направления деятельности, о каких-то уже говорил. Я просматриваю преподавателей, которые пришли, желая бороться в себе с всеми страстями, которые всем нам свойственны. У нас 73 преподавателя в школе, и она работает каждый день, как досуговый центр. Нас называют некоторое православный дом пионеров. Вы знаете, пусть так, святой князь Владимир тоже потихонечку, 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 но созрел к тому, чтобы стать православным, и принимает православие, и делает эту религию главной, показывая ее высоту, ее чистоту, ее неотмирность. Так вот, перед нами действительно явление, нуждающееся в верном осмыслении. Если мы с вами не будем противопоставлять этому явлению, неоязычеству, того, что сегодня является возможным для противопоставления, то как мы будем Богу смотреть в глаза? Мы же тоже будем ему рассказывать про наши старые победы? Мы должны говорить о будущем, о том, что выйдя из этих темных веков язычества, мы не должны вернуться туда, полагая силы и жизнь свою для того, чтобы отдавать себя в этом служении своему народу и своей стране. Вы знаете, покойный патриарх Алексей II как-то сказал такие слова. Только чрезмерные усилия бывают плодотворными, умеренные никогда. Если мы рассуждаем о любви к своему Отечеству, к силу и славу нашему Отечеству дал Господь через тех лучших людей этого Отечества, которые, ведая Бога, служили Ему, отдавая Ему свои силы. Вот они, эти победы, создавшие великую русскую державу, российскую державу. Давайте будем ценить все это. Иначе мы обесцениваем это в самих себе, мы это расплещем как воду по жаркому песку, и она вся испарится. Мы должны знать нашу историю, изучать ее и делать ее доступной для тех людей, которые ищут возможности напитаться от нее, познать ее и не исказить ее. Это наша задача. Батюшка, что заставляет людей кланяться как раз вот идолам? Слепота. Духовная слепота. Духовная слепота. Вы знаете, когда просматриваешь страницы рассуждений святоотеческих, когда хоть немножко погружаешься в эти слова богоносных отцов, то ведь то, что происходило когда-то, когда ведь мы вышли из одного Божьего дома, мы вначале имели монотеизм, первую религию, мы ведали истинного Бога. Что потом произошло? Духовно-нравственное развращение людей, внесение человеческого, несовершенного уже, бесовского, как духовно искаженного, в то, что породило разные направления того, что мы сегодня именуем язычеством, ну а в современном мире неоязычеством. Но, дорогие мои, всегда, мы с этого начали сегодня, и к этому вновь подходим, всегда за этими направлениями реальная, темная, бесовская сила. Это очень могучая сила, она сильнее нас, если мы без Христа. Но если мы со Христом, давайте будем помнить слова апостола Павла, что ничто он нас от любви Божией во Христе Иисусе отлучить не может. Ничто. Только я сам могу отказаться от того, чтобы быть с Богом. Нам Господь дал жизнь, и как важно сделать правильный выбор. Она очень короткая. Как важно себя реализовать в этом направлении, как важно положить свою силу, чтобы привести себя, своих детей, своих близких к истинной вере. Не скверниться, не остаться в этом состоянии, а пойти разобраться, увидеть, посмотреть, изучить, и тогда очевидно, где правда, а где ложь. Вот почему Господь дал нам церковь, дал нам тех людей, которые проводники в этой церкви, тех святых, которые показывают, куда идти, как мыслить, не только действовать, как мыслить правильно, чтобы не увлечься ложными мыслями, ложными идеями. Иначе всю жизнь будешь находиться в состоянии лжи, а полагаешь, что служишь добру. Отец Андрей, как противостоять этому явлению? Вы знаете, в резолюции, которую мы можем прочитать и в СМИ, на этом заседании Священного Синода было сказано о работе с молодежью, о работе с людьми, которые сегодня являясь ищущими будущее нашей страны, нашей церкви. Просветительская деятельность. Деятельность, связанная с возможностью людям войти в понимание высоты культуры, которая, откуда она взята, эта культура. Мы же тоже должны с вами опускаться вот туда, в эти культы древности, и там впадать в состояние обеснования. Мы должны брать те лучшие образцы культуры и предлагать это людям на тех же концертах, на тех же фестивалях, на тех же турнирах спортивных, где мы молимся прежде, где мы рассуждаем о самом главном. Знаете, вот провели в это воскресенье концерт в нашем театральном концертном зале. И в конце я попросил, дорогие, вот мы приветствуем артистов, прекрасный концерт, аншлаг, свободных мест нет. Дорогие, я хочу всех спросить, пришли жители района, пришли люди, которые не часто в храм приходят, но пришли на концерт известного коллектива казачий круг. Поднимите-ка руку те, кто сегодня, в воскресенье, не был в храме. Вы знаете, треть подняла руку. Вот как важно вести с ними диалог. Но их призвать нужно к чему-то такому, через что-то такое, о чем они, может быть, даже пока еще сами не до конца догадываются. Через что-то такое, что им близко. Давайте-ка на концерт. А вот тут-то поговорим с вами. Как ты мыслишь? Послушай, ты же немножко в сторону отошел. Давай-ка мы с тобой пообщаемся, встретимся после концерта. Давай назначим день, место, время. Давай соберемся, послушаем, поговорим. Пока не готов на эту тему, давай вот на эту тему пообщаемся. Вы знаете, мы должны все, что можно делать, делать. Мы должны просвещать этих людей, которых мы должны любить. А любить, значит, о них заботиться, им создать те условия, входя в которые, человек, начиная от малого, может к большему перейти. Зачем эти фестивали, зачем эти турниры, зачем эти рыбалки, зачем эти слеты, зачем эти какие-то беседы, встречи, это все возможность постучать в сердце человеческое. Как ты живешь? Опомнись, человек, ты с кем находишься сейчас в взаимодействии, с Богом или не с Ним? Как ты мыслишь, что в доме висит у тебя? Почему здесь знаки зодиака? Почему этот астрологический прогноз? Почему эти обереги? Почему эти амулеты от сглаза, подковы? Опомнись, дорогой! Опомнись, ты где живешь? Ты куда идешь? Ты с кем мыслишь свое будущее? Приходи, поговорим. Ты пока не готов войти вот так, приходи на футбольный турнир. Давай, у нас есть раздевалка, ты переоденешься, давай поговорим вот тут на футбольном поле, рядышком возле футбольного поля, в перерыве. Давай пообщаемся с тобою, поговорим о главном, о смысле твоей жизни, зачем ты живешь, человек. Неужели только чтобы в футбол гонять? Или песни петь? Может, что-то поважнее есть этого? Как важно на этом не остановиться. И дать человеку возможность пойти дальше, к главным вершинам. Вот из вашего разговора можно понять, что ваш храм в своем роде уникальный. То, что ты так понимаешь, то есть и театральная студия, и спортивный зал, и другие секции, опять же, для работы с молодежью. Это как раз и есть то направление, которое может противостоять этому явлению, или как? Сергей Васильевич, я скажу, что каждый храм уникален. И более того, я подчеркиваю, мы учимся у тех, кто был до нас и кто есть сейчас, потому что мы не придумали всего этого. Просто мы в одном месте это объединили. У нас много всего, но мы это не придумали. Мы учимся у тех замечательных пастырей, которые сегодня здравствуют, или кто был не так давно, начиная от направления работы, или те, кто давно уже ушел, но это все развивал. Мы, по милости Божией, и вот представительством святого князя Дмитрия, преподобного Ефросиния Московской, мы на этой территории объединили многое сейчас. Более того, мы эту территорию увеличиваем, нам уже не хватает места, и сейчас решается вопрос об увеличении территории, и уже прошли первые ступени, и уже мэр нас поддержал, до увеличения территории до двух с половиной гектаров, где можно было бы все это расширять. Зал построить на 800 мест, большой спортивный комплекс, с бассейном. Вот сейчас впереди зима, мы думаем каток залить для жителей района, и поставить вокруг ледяные фигуры. Но вы знаете, что я скажу? Конечно, вот это возможность послужить Господу, но я радуюсь за тех людей, которые Господь дал на этом месте. Сколько энтузиастов, людей неравнодушных, состоявшихся в этой жизни, в мире культуры, искусства, спорта, политики, бизнеса, люди, которые идут помогать, строители, люди уникальных способностей, они приходят помогать священнику нести Божие Слово, проповедовать. Свидетель Феофан, затворник написал, не всякий призван проповедовать Божие Слово, но каждый может помочь быть проповеднику в этом мире, услышимым. Вот почему, конечно, сейчас на этом пространстве мы имеем уникальное место, куда многие приходят и предлагают свою помощь. Чем могу помочь? Но о чем хочу сказать? Мы очень ценим то, что Господь нам дал, и понимаем, что это имеем по молитвам святых, по благословению Священно-Началия Русской Православной Церкви, и при поддержке тех священнослужителей, которые дают нам добрые советы. Мы не по себе сами, мы это не придумали, мы только то лучшее, что есть, с благословения, Священно-Началия вводим в эту жизнь, противопоставляя безумию современного мира, безумию неоязычества и того неверного отношения к Богу, к человеку, к Церкви, ко спасению, к возможности встречи с Богом, которая бытует в мире у людей непросвещенных. И это одна из возможностей, которую сегодня важно реализовать. То есть все варианты, скажем так, общения с Богом, они хороши. Это может быть и спортивная секция, это может быть и кружок, это может быть и богослужение. Так получилось? Я скажу так, хороши те, которые могут быть направлены во благо. И вместе с тем нужно быть очень осторожным, не увлечься одной только внешней стороной. Мы это можем использовать как некий инструментарий в нашем деле, но понимая, какова наша главная цель. Скажем так, стартовая площадка. Да, какая главная цель. Это очень важно. Поэтому внимание и контроль, и работа и с тренерами, и с педагогами, и воцерковление тех, которые только начинают свой путь в церковь. И служение с теми, которые уже прошли вместе с тобой какую-то часть пути. Понимая, что это только мостик к главной задаче с Богом человека встретить и повести его в том направлении, где он и здесь будет с ним, и в вечности будет с Господом пребывать. Как я уже задал в середине программы вопрос, что неязычники как раз аргументируют, что религия христианства это религия слабых людей, а неязычество это как раз религия сильных людей. То есть получается, опять же, из вашего разговора можно подвести такой итог, что христианство это религия живых людей, но живых в правильном понимании. Вы знаете, живых духом, живых телом, живых во Христе можно жить, но если без Бога, то ты постепенно умираешь. Дьявол и Адаму сказал когда-то, будешь как Бог, будешь жить без Бога, сам как Бог. Вот что произошло. И сегодня неоязычники предлагают человеку быть без Бога. Вот она жизнь, вот она сила. Верно, это жизнь, это сила. Только она страшная, темная, опасная, гибельная. И избави Господи настаивать на этот путь, приобретение этой силы. Она реальная, эта сила. Она разрушит личность человека. Она уничтожит род его. Задумайтесь, дорогие, род уничтожится. Если войдешь в общение с темной силой, ты пострадаешь, и Господь истребит твой род. Задумайтесь об этом. Давайте дорожить тем, что Господь нам дал. У нас есть уникальная, величайшая радость в этой жизни. Называется она православие. И этой радостью можно поделиться. В этой радостью можно, наполнившись, испытать состояние встречи с Богом. И поделиться ею с теми, кто еще его не знают. Зачем же объединять себя тем, что опасно, тем, что заманчиво, но страшно. Давайте будем с вами идти к чистоте, к свету и к правде. Православие прозрачно, а человечество темное. Темное, страстное и страшное. Ну и в завершение тогда скажите адрес вашего храма, что может быть кто-то из наших слушателей заинтересовался и захочет прийти либо в секцию, либо в кружок, либо в секцию. Я скажу, что в храм милости просим Северное Бутово. Это храм Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского. Метро Бульвар Дмитрия Донского. Пересечение улиц Академика Глушко и Бульвара Дмитрия Донского. У нас есть сайт dmdonskoi.ru. А что касается школы нашей, то, чтобы записаться в нее, не нужно быть прихожанином храма. Это не является условием. Можно ходить в другой храм. У нас приезжают из разных храмов ребята для всех. Но вместе с тем у нас есть те мероприятия, которые проводятся в этой школе. И те, кто имеет желание, познакомиться, пожалуйста, dmdonskoi.ru выйти на наш сайт, посмотреть о том, как мы живем. Милости просим. Давайте вместе будем трудиться, делая доброе дело. Служить Богу, служить нашему Отечеству и Его народу. У нас замечательные люди. У нас потрясающие люди. Просто они об этом порой не знают. Они забыли, что они удивительные. Они неповторимые. И когда мы к Богу их приглашаем прийти, они раскрывают такие таланты в себе. Я счастливый человек. В храме, где я служу, удивительные люди, которые готовы отдавать себя, свои силы, свои средства для того, чтобы дать радость многим другим. И мне огромная честь выпала быть слугой этих людей. Поэтому радуюсь и их благодарю за это счастье совместного служения Господу. Ну и в завершении благословите наших телезрителей. Благословение Господня на вас, таку благодатью человека любим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Спасибо, батюшка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, кандидат богословия, кандидат исторических наук протеерей Андрей Алексеев. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин